В трофе такие знаки не используются После этого судья с вами делает все действия красной Запомните, значит режим остановки Вы должны остановиться и судья что-то будет делать Либо просто контроль прохождения, либо время вам запишут Они у себя протокол запишут, что вы прошли Потом вы приезжаете до вот этого знака, который уже конец ограничений И там можете на полную катушку увеличивать скорость пройти На судейском пункте вы должны снизить скорость, приблизиться, остановиться Сделать отметку, спокойно проехать, а только после знака ускориться Это для того, чтобы не было пыли Потому что сразу за вами могут следующий участник идти, чтобы не было толпешки И спокойно На судейском пункте, на любом зоне судейского пункта Обгоны категорически запрещены Вот тот за кем зашел, тот затем и отметки делает Хоть что, хоть что Вот так есть порядок, так есть порядок Если я стартую 20 минут, а передо мной партнер стартует 22 минуты Нет, это я говорю про все, не про старт Старты должны быть в свою минуту Если кто-то опоздающий, опоздал на старт, допустим По всякой причине, машина не завелась там, еще что-то сделал Время неправильно посмотрел То он должен подъехать, судье сказать, я опоздал Извините, у меня уже штраф идет, пустите меня Судья не будет мешать тому, кто должен стартовать У нас разница 2 минуты Он отпустит, а потом тот человек, кто опоздал, через минуту пойдет Чтобы следующему тоже не ломать график Поэтому уже вот так и будем делать процедуру Дальше, в зоне судейском, это все обгоны, я сказал, запрещены И очень быстро, корректно Если что-то у вас надо покопаться, шмотки перетащить, еще что-то Стоять в судейском пункте запрещено Вы обязаны сделать отметку, выехать за знак на обочину Там все эти процессы делать Но здесь не толпиться, не говорить На старте, на финише будут такие часы стоять Час их откалибруют, их включат, настроят Они изображают часы, минуты и секунды